ну что ребятки настало время протестировать паука с несколькими игрушками ну во первых antutu результаты вы уже видите мне уже интересно даже вспомнить что там за процессор честно говоря домой что ли а вот мое устройство и сейчас мы глянем у нас юмс 9230 ничего мне это не говорит видимо юнисок т616 вот он все правильно ну что хорошо переходим к испытаниям испытывать я последнее время начал по нескольким всего игрушкам потому что я не вижу смысла больше в этой тягомотине которая раньше делал в асфальт nitro только проверка насколько быстро они его допилят не имеет смысла короче танк код и new state начинаем с кода call of duty и activision включаем звук который у меня был убран думаю будет половины достаточно учитывая что планшета очень хорошие динамички тем временем кстати пока он грузится расскажу си 33 получил и это кобздец я его купил за свои деньги конечно всего за 3000 но все-таки за свои деньги и я могу сказать одно я думал что блэки это нечто такое глюкавое знаете вот здесь вот у меня вич от так и не завелся я вот в нем все бодаюсь да в блэках я хоть знаю куда ткнуть если вич от заклинило здесь чего бы тут я не тыкала свеча там хорошо не становится низный плюс что real me конечно обновили его я получил на двенадцатом дроиде прилетела сразу пара обновлений в результате у меня 13 дроид и и на этом плюсы закончились хотя здесь тоже юнисок тоже 600 какой-то но здесь даже 5 гигагерц нету а здесь есть я вот не понимаю как так то есть процессор одного класса у обоих должно быть 5 гигагерц вай фай но у ситры си 33 не завезли ладно смотрим настройки играем в игрушки звука изображения средне высокая динамическая в куску 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 все в куску актуальные удержание начать ну сразу замечу аппаратик тяжеленький поэтому я само собой буду его ставить на стол слышно начать будем у меня не понял кто-то значит начнет защищать рилме ну ребятки нет я конечно понимаю что жить можно совсем я бы не сказал что он намного лучше блэков и соответствует той рекламе которую на них дают да я согласен это бюджетная модель блин клинтон сейчас если не ловить ее так как я она стоит 70 с лишним у блэков за 70 аппарата работают лучше да пофиг мне что я взял так рейс сотрём с экрана пропустил ребят так все таки мне прилетело надо как-то поудобнее взять то и динамик перекрываю то еще что-нибудь наверное когда играешь динамиками вверх играть я думаю так судя по звукам тут мочилова а я почему-то мимо кассы скотина вниз пригнулся и типа поэтому его никто не сбивает чё такое где не ну играть удобно краски красочные тормозов больших не наблюдается но некие подлагивания я все-таки чувствую подергивание наверно зря я слишком навороченную графику выставил для этого планшета на максималку тем более он не потянут но никак партнер 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 перзор партнер партнер Ну, вы видите, играется, в общем-то, хорошо. Никого не очень дарахнул. Но зато запустил в пиэшку. Судя по звукам, кто-то сзади, точно. Ой, не атакуйте союзников. Я думал, он в дверку попадет, а он не попал. Ну, короче, вы поняли. Играется круто, клево, классно. Я не знаю, как еще сказать. Следующий идем в папку. New State. Где он у нас тут? Вот. Ну, а потом глянем танчики. Я думаю, нафиг достаточно. Достаточно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, открываем настроечки. Смотрим, что это такое. Он выставлял. Сразу скажу, тоже не щадил. Выставил много всего. Так, игровой процесс. Нафиг. Графика. Вот. Ультра, ультра. Высокий. Вкл. Оптимизировано. Обычное. Вулкан. Ну, в общем. Максимум, наверное, того, что может выжать из себя. Иди нафиг. Что может выжать из себя данный планшет, я, наверное, пытаюсь из него вытянуть. Посмотрим, как мы будем играться. Видите, да? Прогружается уже с задержкой. Ну, в общем, прогрузился. Нафига я пострелял. Недолет. Надо было разогнаться. Ну, вы видите, что на таких настройках уже немножечко подтормаживаем. Но. Есть такая примочка, что программы в начале очень много чего делают. Потом они это все сделают. Ну, это так по-простому объясняю. И начинают работать лучше. Я надеюсь, что это тоже разгонится. Мясо зеленого цвета. Говорит, настроиться надо, прицелиться. Так вот. Потом так. Челк. А, патронов-то нет. Ладно. Хватит дурю маяться. Полетели. Лицом в бетон. Нет, в железяку. Ну, короче, пока я понимаю, что немножечко тормоза у нас, видимо, будут. Топиться. Пошел. Топиться. Топиться. Пошел топиться. Но тем временем нас заберут. Летим. Ну, видите, уже некие лаги все-таки присутствуют. Это вам не G99? Чуть-чуть менее оптимизирована данная игрушка. Под данный процессор, что ли. Ну, давайте в КП. Где КП? Вон КП. Хотя мы и до Парадиса можем долететь. Моего любимого, который я часто во всех тестах использую. Ну, не во всех, но часто в тестах. Летим. В Парадиса. На максимальных оборотах. Главное, башкой в бетон не войти. А FPS, видите, да? 14 всего. То есть, он чувствует, что ему маловатенько. Но допустимо играть при таких настройках. Ну, а вы понимаете, что можно настройки немножечко ухудшить. Сделать не ультра, а попроще. И тормозов тогда не будет. Но я же хочу проверить на максимум. Ну, извините, вот такая вот у меня сегодня хотелка. Ух ты, парашют валяется. А парашют нельзя собрать? И использовать его потом еще разок. О, рюкзак. Каска. Аптечка. Гранаты. Давай-давай, собирай гранаты. Так вот пушки так и нет. Это как-то странно. Вон пушка. А глушитель почему не берем? Или это не глушитель? Хорошо. Пока. Продолжение следует... 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 43 уже. Я же говорю, он адаптируется потом. Так, я и не понял, попал я по нему или нет. Поврежденный, шанс отрыва уничтожен. Осень из-за бита. Режение невозможно. Нет. Короче, зря я это делал. Все. FPS выше 40 не поднялся. Но я думаю, достаточно. Все все видели. Но кто не обратил внимания, HD текстуры не были загружены. С ними было бы, я думаю, еще сложнее, тяжелее. И играть было бы вообще невозможно. Короче, для игр середненький. Что он хорош для игр, не скажешь. Но и очень плохо тоже не скажешь. Для работы офигенный. По яркости экрана запаса нет для дневного. Для дома, конечно, запас есть. То есть днем это ведется на улице, на солнце. Если вам нужно на улице, на солнце работать, и вам нужен офигенный запас, то тогда берите Active 8 от Blackview. Если вам нужен подешевле, потоньше, полегче, тогда Spider. Но у него экранчик, еще раз говорю, чуть-чуть менее яркий. Но мне вообще нравится. По скорости работы к нему претензий вообще никаких. По адекватности, отсутствию сбоев и так далее, претензий вообще нет. Ни разу не видел на нем ни сбоев, ни зависаний, ни вылетаний, ничего. Ну, а по играм вы уже поняли. Не самый лучший, но и неплохой. Всем спасибо. Всем пока. Это был игротест Спайдера. То есть Аскал Спайдер 8. Всем пока.